Здравствуйте! Исследуя творчество Титана Перезагрузки Эрика Булатова, я столкнулась с множеством ложных представлений о нем. Подобная ситуация успела сложиться и в отношении Валерия Кошлякова. Я постараюсь кратко опровергнуть те заблуждения, которых мне стало известно касательно его произведений. Проводя сравнительный анализ Кошлякова и Кифера, мы не раз могли заметить у последнего использованием таких материалов, как трава, металл, различный ветошь. Однако западные коллеги искусствоведы Кифера по таким формальным признакам не стали определять карты повара, а обозначили его как немецкого абстрактного экспрессиониста. Наше же арт-сообщество почему-то настоятельно пытается причислять Валерия Кошлякова к представителям бедного искусства, каждый раз ссылаясь на его работы с использованием скотча и картона. Впервые это недоразумение возникло на выставке Марата Гельмана «Русская бедная», а дальше было подхвачено, в том числе и бывшим заместителем Пушкинского музея Екатерины Кочетковой в ее лекции «Европейская традиция бедного искусства и ее отражение в творчестве Валерия Кошлякова». Подобная точка зрения ложна, ввиду того, что в основе течения арты повара лежат социальная политическая повестка, экспансия форм и материалов, борьба с традиционным искусством. Все вышеперечисленные позиции в творчестве чужды Кошлякову, ведь главным объектом его деятельности является живопись, а именно традиция живописи. Определять Кошлякова представителям, наследникам направления арты повара неверно. Такая точка зрения искажает восприятие подлинной художественной ценности его работ и вводит публику в заблуждение. Но это далеко не худший анализ творчества нашего гения перезагрузки Валерия Кошлякова. Первое место за искусствовическое порево по Кошлякову получает другой заместитель Пушкинского музея Илья Доронченков. Так Илья Доронченко в обзоре выставок заявил, что огромные полотна Валерия Кошлякова висят сами по себе без рам, как занавески. Согласно этому формальному анализу Ильи Доронченкова, можно также сказать, что Венера у Боттичелли это баба голая, стоящая на раковине. Мне кажется, что за подобные высказывания к искусствоведам нужно применять профильное административное наказание. Допустим, отправлять несправительные работы в приговор 15 суток музея десерта. Описывать коллекцию, но не пробовать. На выше упомянутом Доронченков не останавливается и продолжает свой обзор. Говорит, что живопись Валерии комфортно чувствует себя в пространстве белого куба или в интерьере скандинавской мебелью. Про дичь со скандинавской мебелью даже комментировать не буду. Лишь отмечу, что Валерий Кошляков регулярно настоятельно уходит от белых пространств. Однако из всего словесного потока самым вопиющим оказывается то, что Доронченков не видит проекта, а видит лишь объекты на выставке Валерия Кошлякова Домус Максима. Даже будучи не специалистом, каждый зритель при посещении выставки мог увидеть, что все работы Валерия соподчинены, впрочем, как и всегда, самому пространству экспозиции, пространству того места, где представлены его произведения, будь то музей, замок или старый собор. Картина Валерия отличается не только тем, что образует внутри себя пространство, но и тем, что преобразует пространство вокруг себя. Таким образом, совершенно очевидно, что произведение Кошлякова сама его выставка является проектными и никак иначе быть не может. Подводя критическую черту, позволю себе отметить, что проблема заключается не только в сотрудниках Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. В других культурных учреждениях ситуация обстоит не лучше. Отечественное арт-сообщество несостоятельно в этом периоде по вопросам актуального искусства. По крайней мере, за годы моих сторонних наблюдений проявляет оно себя крайне непрофессионально, особенно в отношении художников. Многих талантливых людей уже нет с нами. Нет моего научного руководителя, профессора Андрея Владимировича Толстого. Не стало и профессора Ивана Ивановича Тучкова. Нет и Валерия Степановича Турчина. Безусловно, остались еще отдельные специалисты, такие как Евгений Барабанов, Кирилл Светляков, теоретик искусства Степан Баньян. Короче, специалисты есть, но их критически мало. Большая же часть дельных сотрудников на правах помощник экскурсовода перебирает зерно с мышами в темных музейных подвалах. Оптимистичным же в этой сложной ситуации является наличие большого числа талантливых художников различной генерации, от заслуженных до пока еще неизвестных широкой публики. Проблема заключается именно в отсутствии необходимого числа вменяемых арт-критиков и также коллекционеров. Они все вроде бы есть, но их как бы и нет. Сама же я независимый, свободный русский искусствовед. Я никогда не была частью этой локальной группы лиц. Становиться ей не намерена. Конечно, я не Григорий Перельман, но выбор этого парня мне понятен. К тому же профессия искусствоведа дает невероятную свободу в исследовании. Для научной деятельности не нужны лаборатории с редкими бактериями, а дронный коллайдер. А необходим лишь альбом с произведениями искусства и чашка забористого черного чая. Во избежание каких-либо недоразумений предупреждаю, что все мои научные изыскания защищены авторскими правами, а видеоматериалы, это капсулы времени, брошены в бескрайние просторы интернета для потомков. И знайте, что я знаю, что вы знаете, что вы знаете, что вы знаете, что вы знаете, что знаю я. По-прежнему всего вам доброго.